приветствую вас мои дорогие с вами снова я дольче даша давайте поговорим об аромате flower by kenzo намеренно произношу kenzo много раз проверяла в разных источниках и в google translate везде говорят такада kenzo ароматы kenzo моя слабость последних лет потому что раньше я хоть с ними была знакома но кроме как на слона ни на какие ароматы kenzo я не обращала внимание и можно сказать не оценила с первого раза этот аромат его красоту его женственность его такую подчеркнутую ухоженность косметическую такую составляющую намекающую на то что женщина прихорашивается она хочет красиво выглядеть она хочет нравиться его кокетство аромат этот был создан на стыке тысячелетий но он актуален приятен и необычен даже и сейчас я думаю что вы знакомы с этим ароматом но немного расскажу по поводу того каким я его слышу сейчас раньше он мне казался каким-то очень уж безликим незаметным каким-то даже я бы сказала плоским и не ярким а яркость и выразительность для меня были одним из критерием привлекательности и красоты аромата в начале двухтысячных и как я уже говорила что dior edict сальвадор дали оригинальные жан-поль готе классик и опиум и в сен-на-ран были моими неизменными спутниками наверное мой нос даже был заточен на столь сильные выразительные и яркие ароматы со стержнем я проходила мимо но пару лет назад мне так захотелось вдруг вспомнить этот аромат приложиться к нему я его попробовала еще раз и поняла что он мне очень нужен особенно в переходный период от весны к лету и даже жарким летом я его использую и наслаждаюсь этим ароматом чуть помадным фиалковым и таким вот нарочито ухоженным что ли такое впечатление что женщина вот прихорашивается наносит на себя там и кремы всякие и пудрой пахнет он тоже очень хорошо но еще я слышу здесь мандариновую корочку высушенную естественным образом не в печи а возможно разложенную на солнце на пергаментной бумаге шиповник шиповниковый цвет хотя он вроде бы как практически не пахнет но вот именно такой вот заваренный чай из боярышника ледяной холодный с сахаром здесь есть хотя аромат сам не сладкий он сладковатый и в нем очень красивый мускус он как пуховка для пудры из лебяжьего пуха аромат под стать флакону то есть он демонстрирует женственность ее хрупкости и красоту женскую какая бы она привлекательная выразительная не была всегда этой красоте нужно немножко помочь любую женщину украшает ухоженность украшает внимание к себе и внимание к деталям и стремление нравится окружающим давайте обратимся к рекламной кампании этого аромата моих руках журнал за 2001 год октябрь месяц этот аромат уже активно рекламировался странный макияж какими-то касаниями выполнены и такое впечатление что глаза ее как раз таки не накрашены тушью здесь транслируется идея чистого образа женского нежного тонкого но все равно когда вдыхаешь аромат чувствую что он все-таки больше про ухоженность женскую про подчеркнутое желание нравится кокетничать вот есть в нем какая-то кокетливость и женскость приятным таком искренним теплым ненарочитом и не антрированном смысле этого слова этот аромат мне нравится тем что он довольно таки часто обращает на себя внимание причем когда у меня спрашивают какие у меня духи то комплименты звучат примерно таким образом что пахнешь дорого ухоженно и так очень женственно красиво я думаю что это не может не замечаться окружающими поскольку действительно когда вы куда-то собираетесь там то финальным штрихом становятся эти духи вы ощущаете себя как-то по-другому вы ощущаете себя более уверенно в собственной неотразимости собственном женском обаянии но при этом аромат не заявляет о себе так ярко что затмевает вас нет он к вам отлично подстраивается он создает нужный фон для беседы для повседневных дел для решения каких-то вопросов и вообще он вам дарит чувство такого внутреннего комфорта и гармоничного самоощущения а это в наше время в нашей суете и спешке дорогого стоит какой у вас опыт знакомства с маркой kenzo какие ароматы вам нравятся знаете ли вы вот этот вот цветок расскажите пожалуйста об этом в комментариях всего вам самого доброго прекрасных ухоженных ароматных впечатлений до новых встреч в новых видео в субститрах мы субститры сделал DimaTorzok и